Вот так выглядит блок питания, переделанный из компьютерного в лабораторный регулируемый с выходным напряжением регулируемым и выходным током регулируемым на микросхеме TL494. Собственно взят был готовый блок питания компьютерный на этой же микросхеме и небольшая доработка, на операционнике делается сигнал ошибки, который обрабатывается и получился такой регулируемый блок питания. Можно покрутить ручку, посмотреть как меняется выходное максимальное 26 вольт, минимальное 0 вольт. Сейчас подключим какую-то нагрузку и посмотрим как реагирует ток. Привет всем подписчикам канала и просто телезрителям на канале. Хочу показать еще одну реплику по поводу или скажем так на тему переделки компьютерного TX блока питания в лабораторный блок питания. Ничего сверхъестественного в ней нет. Визуально это остался полностью корпус от блока питания с родным вентилятором, с клавишей, входной разъемом 220. Вот тут у него такая образовалась импровизированная морда, на которой мы имеем вольтметр с амперметром, две клеммы выходные, регулятор тока и регулятор напряжения. Стандартный TX блок питания компьютерный. Если не ошибаюсь, мощность около 300 ватт. Да, вот от него наклейка. Он так и был 300 ваттный. Вот от него наклейка. 300 ватт родной мощности мы переделали в лабораторный блок питания. Давайте посмотрим, как он работает. Да, еще хочу добавить. Значит, родная схема блока питания была организована на шим-контроллере TL494. И ее немножко доработав, мы получили регулируемый источник напряжения с возможностью регулировать напряжение от 0 до 26 вольт и регулировать выходной ток от 0 до 10 ампер. Там почти до 10. Итак, включаем блок питания. Значит, сразу сделаем какое-то выходное напряжение небольшое. Вот от 0, допустим, сделаем там 12 вольт. Такое классическое стандартное напряжение. 11,6. 12 вольт. Ток, соответственно, равен 0. Значит, в качестве нагрузки у нас есть вот такой проволочный резистор сопротивлением 2,2 Ом. Но сейчас мы и будем мучать этот блок питания. Да, сразу скажу, сзади зашуршал вентилятор. Ну, это видно. Вот, то есть какая-то защита от перегрева у нас есть. Подключаем сопротивление, нагрузку. Давайте сделаем регулятор тока в максимум, чтобы это был чистый блок питания. Значит, так. Итак, напряжение выходного равно 0, ток, соответственно, равен 0. Делаем выходное напряжение, допустим, 8 вольт. Вот, 8 вольт. Ток у нас 3,5 А. Вот, нетрудно посчитать сопротивление резистора. Давайте сделаем... Да, покажу, давайте максимальный ток. Значит, смотрите, напряжение выходное мы поднимаем до 22 Вольт почти. У нас 9,6 А ток. Я убавлю, какому-то дым уже пошел с резистора. Так, значит, давайте покажу, как работает ограничитель тока. Допустим, сделаем выходным напряжением, чтобы был ток, ну, допустим, там, 5 А. Вот, 4,5 А, 4,6 А, 4,9 А, вот 5 А. Значит, при выходном напряжении 11,3 Вольта мы имеем 5 А выходного тока. А теперь ручкой регулятор тока мы можем убавить выходной ток. То есть мы можем его ограничить на определенное величине. Ну, скажем, вот 1 А, допустим. И теперь, если ручку напряжения крутить до конца, дальше, то есть схема у нас уже не реагирует ни на выходное напряжение, ни на ток. Потому что ток зафиксирован на уровне 1 А. Другими словами, этим блоком питания можно заряжать аккумуляторы. Выставляя ток заряда, фиксированный, мы можем использовать его как зарядное устройство. Ну, на самом деле, у лабораторного блока питания очень много задач. У любого радиолюбителя всегда найдется, что питать регулируемым блоком питания, да еще и с ограничением тока. Схема дешевая, как бы из дополнительных элементов. Это два потенциометра, этот вольтметр с амперметром и один операционник, который выполняет роль усилителя сигнала ошибки. Вот я схему, ссылку на схему я дам в описании к видео. На самом деле, если вы в гугле наберете блок питания на TL494, вы найдете массу схем в интернете. Уже наши коллеги их много сделали, опробировали, опубликовали. В общем, выбор большой. Ну, хотел показать. Вот реальная схема, реально работает, имеет право на жизнь. Может кому-то пригодится. Спасибо за внимание. До встречи на нашем канале. Продолжение следует...